Красноярский край занял первое место в России по уровню трудоустройства населения, а показатели по безработице у нас самые низкие в Сибирском федеральном округе. В Краевой службе занятости подвели итоги работы за прошлый год. Можно ли в службе занятости получить работу в компании с мировым именем? И как в агентстве помогает предпринимателям, узнавала Юлия Чупрова. Новую модель разрабатывали. Еще в России таких не делают. Это первое в России и единственное в Красноярском крае предприятие, где делают реабилитационные тренажеры. Велосипеды, санки и ходунки для людей с ограниченными возможностями заказывают здесь со всех концов страны. А начиналось все с цехов 50 квадратных метров. Первый велосипед я помню привез домой, на дом прям родителям отдал. Я захожу, там маленький ребенок лет 6 ползает по полу, но он не ходит. Вот он сел на этот велосипед, мы его посадили, пристегнули и он сразу поехал. Значит не зря мы это все делаем. Производство поставили на поток 3 года назад. Тогда компания получила от службы занятости материальную помощь 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. На эти деньги арендовали более просторное помещение, купили оборудование. Финансовую поддержку для открытия своего дела, так же как и Сергей, в прошлом году получили более 500 жителей края, рассказывают в агентстве труда и занятости. Но главной задачей было и остается обеспечение кадрами краевых предприятий. В прошлом году при содействии органов службы занятости работу смогли найти почти 100 тысяч жителей нашего края. Уровень трудоустройства среди людей с ограниченными возможностями вырос на 4%, а среди выпускников, техникумов и вузов почти на 10. Уровень безработицы в Красноярском крае сейчас ниже, чем в целом по стране. Таких показателей достигли за счет взаимодействия с работодателями. Так, к примеру, с компанией «Полюс» два года назад агентство труда заключило соглашение об организации кадрового обеспечения. Благодаря агентству труда и занятости населения Красноярского края мы опубликуемся по всей стране нашей вакансии. Основное усилие направлено именно на трудоустройство граждан Красноярского края. Если приводить статистику, за 2018 год было устроено порядка 350 граждан Красноярского края, в том числе 135 инженерно-технических работников. Помогает в трудоустройстве и услуга по профессиональному обучению. За прошлый год дополнительное образование получили больше 100 пенсионеров и около 1000 женщин в декретном отпуске. Особое внимание в агентстве труда уделяют инвалидам. Важно то, что предпринимательно налажена работа и таким образом из людей с ограниченными возможностями удалось устроить около 17%. То есть достаточно высокий процент. В агентстве отмечают работу в последние годы стало искать проще за счет внедрения современных технологий. Обучение можно проходить дистанционно, а собеседование в формате онлайн. Можно не выходя из дома зайти на портал наш, посмотреть какие вакансии сегодня есть. И в случае, когда та или иная вакансия подходит, можно в телефонном режиме связаться с центром занятости или просто прийти в центр занятости и получить услуги. В агентстве труда рассказывают, дополнительные возможности для трудоустройства дала универсиада. К студенческим играм появились вакансии в краевом автотранспортном предприятии и в центре питания. Источником кадров в будущем станет и проект Енисейская Сибирь. Юлия Чупрова, Сергей Раков, Илья Синькевич, 7 канал. Юлия Чупрова, Илья Синькевич, 7 канал. Юлия Чупрова, Илья Синькевич, 8-391-2900-333. Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. С вами был Горгий Георгиан. Увидимся завтра сначала в 12.30, а потом в 19.00. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова